Вот у нас забор, как идет, отгородили нас. И вот так вот вдоль, до гаражей мы идем в темноте. Это вот сейчас вечером еще горят окошки, маленько дорогу видно. А утром на свет от окон жители рассчитывать не могут. Соседи спят. Тогда люди берут в руки телефон, фонарь и идут по своим делам. Такие меры спасают их от падений и травм. Свет на Прудской 9-я потух больше месяца назад. Управедшая компания установила фонари, реагирующие на движение. Но те перегорели спустя всего несколько месяцев. И вот там вот гаражи у нас, вот там есть проход у нас, к мусорке идти. И вот представьте, такая тьма. Мусор я вообще уже перестала выносить. Помимо освещения у подъезда уже который год не горят фонарные столбы. Здесь, говорят, раньше можно было пройти по освещенной дороге. Но путь отрезало местное училище, установив забор. В 2019 году они решили огородиться. Ну мы говорили с этим директором, что вот здесь сделаем калитку. Я к нему, наверное, раз за четыре ходила сама, потом с жильцами ходила. И жильцы ходили. Уперся и нет. Ходим через гаражи, там темно, света нет. Нападали на женщину. Шла, мужики привязались. Если ты идешь вечером, если с работы, у меня, например, со зрением плохо. Сейчас будет снег, ну будет светлее, да, будет удобнее ходить. А так ямка оступилась и можно нечаянно что-нибудь сломать. К слову, фонари на крыльце управлечь компания Левобережная установила за счет средств капитального ремонта. А сумма там была приличная. В мае месяце в квитанции была сумма, вот у нас, сколько мы нас давали, 621 тысячу. После капремонта, ну, возможно, потому что они истратили деньги. И получается, с августа уже капремонта нет вообще в квитанции. И все деньги ушли на фонари? На фонари. Диспетчер УКАП принимает многочисленные жалобы жильцов, но на этом все освещение не восстанавливают. Депутаты Новоалтайска будут обращаться в краевой парламент, дабы расширить полномочия властей в борьбе с нерадимыми управляющими компаниями. Для того, чтобы именно представитель муниципалитета участвовал в комиссиях жилищной инспекции Алтайского края для выдачи или продрения лицензий управляющим компаниям. Я считаю даже нужным, чтобы именно администрация города штрафовала такие управляющие компании, которые игнорят именно жалобы жителей города. Кстати, жителям темного дома город сделал подарок. Фонарные столбы обещали на днях отремонтировать. А вот заработает ли освещение у подъезда – пока большой вопрос. УКА с ремонтом не торопится. К слову, некоторые жильцы устали жить в темноте и подумывают о переезде. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.